Продолжение следует... ...борьбой за рейтинг, а также не менее утомлен бесконечной и изнурительной борьбой с тысячами студентов, хомяков и шаманов. Он страстно хочет покоя, стабильности и достойной старости. Для удовлетворения этого желания Владимира Владимировича руководством разных ведомств прорабатывается идея создания в России некого госсовета, в который Владимир Владимирович будет трудиться председателем. В то время как президентом России будет служить другая фигура, а именно небезызвестный широким массам Дмитрий Анатольевич Медведев. Любые другие фигуры, кроме безотказного Дмитрия Анатольевича, угасающий патриарха неумолимо отвергает, как более опасные для себя. Владимир Владимирович хорошо знает, что верный и искренне преданный ему Дмитрий Анатольевич на самостоятельную игру не способен, в то время как все, без исключения другие кандидаты, являются коварными и замаскированными предателями, способными на все что угодно. Я же, в свою очередь, предложил бы, чтобы вместо нашумевшего своими уточками Дмитрия Анатольевича была бы использована другая, не менее известная в народе фигура, но не так запятнанная в коррупции. Прекрасных кандидатов на эту роль имеется целых три. Первые двое — это Леонид Ильич Брежнев и Иосиф Виссарионович Сталин. К их недостаткам, правда, относится то, что они давно умерли и потому весьма существенно истлели. Это обстоятельство заставляет нас обратить внимание на третью фигуру, которая нисколько не истлела, хорошо выглядит и держится молодцом. Это, конечно же, фигура Владимира Ильича Ленина. Он хорошо мимуфицирован, достаточно хорошо известен, пользуется уважением, коррупционно чист и в силу своего нынешнего состояния никогда не начнет самостоятельную игру против Владимира Владимировича и будет ему предан в веках. Уверен, что в создавшиеся обстоятельства это наилучший вариант. Да здравствует Владимир Ильич Ленин, новый президент современной России!